МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заявки предварительно по телефону подали около 30 респондентов. Из них, ну, думаем, что человек 20 сегодня точно будут. Еще второй кастинг у нас будет проводиться на следующей неделе, так как должны приехать люди из Улусов, а также из других городов России. Главное, чтобы был дар. Экспертами в проекте выступили участники первого и второго сезона «Экстрасенс Якутии», практикующие шаманы и ясновидящие, как Елена Евсеева и Юрий Иванов. Психологи, а также фокусники, которые могут разоблачить шарлатанов, появятся в финале проекта. Узнав о том, что можно проверить свои экстрасенсорные способности, к организаторам пришли десятки человек. Это люди разных национальностей, профессий и возраста. Всех их объединяет одно. Они считают себя необычными. Одни из них утверждали, что могут просканировать человека и узнать, чем он болен. Иные, что слышат голоса и видят мертвых. Другие, что могут не только слышать, но и общаться с духами. Способности у меня проявились лет 8 назад. Так я работала учителем русского языка, довольно долгое время, 14 лет. Но потом, в возрасте Христа, 33 года, у меня открылся дар ясновидения. Это по линии отца. Отец у меня был ясновидящий, и по линии отца там тоже есть белый шаман. Бывают у людей проблемы в личной жизни, по работе. Бывает так, что, оказывается, он связан с ушедшим родственником. То есть есть некротическая связь. И я вот выхожу на связь с этим родственником, ну и как бы договариваюсь с ним. Ну, бывают тоже разные моменты. А, то есть вы можете общаться с ним? Да. Там и идем. Работаю с картами, или нормально? В основном информация у меня через сны. И так, чувствительность рук тоже есть, то есть в пиотоке. Я с детства, так скажем, обнаружила, что есть что-то вот, что нет у других ребят, так скажем. Вещи сны, предчувствия событий. Да, могу угадать предмет, да, но который в пакете или в коробке. Дар возник в плане того, что я вижу сны, помогаю людям. Например, могу сказать, что болит. То есть лечение, осмотрение и так далее. Вдохновляют меня кошки, луна и вороны, к сожалению, как бы так. Каждый экстрасен заявляет, что может видеть человека насквозь или узнать, что за предмет спрятан за семью печатями. Организаторы проекта предоставили участникам такую возможность в первых двух испытаниях. Первое задание – три конверта, в каждом из которых спрятаны геометрические фигуры трех разных оттенков – красного, зеленого и синего. Нужно было определить, в каком конверте, какой предмет и какого он цвета. На задание участникам дали пять минут. Для кого-то достаточно было лишь взглянуть на конверт, чтобы уже дать свой ответ. Круг синий. Круг синий. И тут? Трехорник зеленый. Трехорник синий. Трехорник синий. Молодец. А кто-то был вынужден потратить все выделенное на задание время и все равно претерпеть фиаско. Во время теста экстрасенсы могли пользоваться любыми привычными методами и любыми хорошо проверенными в деле предметами. Кто-то использовал чувствительность своих рук, кто-то доверял исключительно своему внутреннему голосу, кто-то использовал атрибутику в виде свечей, четок или даже кинжала. Второе задание для участников – сундук, в котором был припрятан некий предмет. Надо было угадать, что это за предмет, кому он принадлежит, мужчине или женщине и из чего он сделан. В один из моментов сундук была припрятана вещь, принадлежавшая корреспонденту Есия. Круглая форма из шипана. Почему-то это резина, то ли пластмасса. Детская игрушка получается. Цвет какой-то, знаете, там желтый, голубой, не однотонный, а несколько цветов. К счастью корреспондента и к неудаче участника это был всего лишь теплый шарф. Но не все участники претерпели фиаско в этом испытании. Юлия Васильева из Нюрбы, которая заявила, что у нее шаманская болезнь, смогла дать определение предмету, спрятанному в сундуке. Мужская вещь, красивая. Типа сувенира. Она принадлежит мужчине. Свет какой-то вы говорили, какой свет? Наверное, серебристый. Ну все, спасибо. В сундуке был припрятан действительно красивый предмет. Знаменитая статуэтка в виде хамуса, которую вручают ежегодно в конкурсе эстрадного вокала «Этеген Хамус». Эта награда в этом году была вручена основатель группы «Чарон» Владимиру Махначевскому. Последним заданием было найти человека, который спрятан в одном из номеров гостиницы «Ортодойду», где, кстати, и проходил кастинг проекта. При помощи фотографий в конверте участники должны были рассказать об этом человеке и найти его. Кто-то молодой. Лет, наверное, как мне, может быть, ну от 20 до 25. Мне кажется, что это женщина. Мне кажется, она с меня роста может чуть поменьше. Пожилая женщина, высокого роста, светлые волосы, полностью стыда плечи. Так, ну лет ей, лет 55-56, может. Светлые волосы, да? Да. Проблемы со здоровьем и в личной жизни. Ближе всех к правде оказалась Юлия Васильева. В номере 205 пряталась администратор гостиницы «Ортодойду», 23-летняя девушка без проблем со здоровьем и личной жизнью. 28 и 29 марта состоится очередной этап проекта под названием «Дни магии», где прием будут вести практикующие гадалки, хироманты, ясновидящие, целители и ведунья, а также участники проекта «Экстрасенс Якутии». Для них организаторы проекта подготовили свои задания. В апреле состоится финал проекта, и республика узнает имя того, кто действительно обладает сверхъестественными способностями. Надежда Ефимова, Николай Неабутов, Иван Тайтонов, ЕСИА.